Здравствуйте! В эфире ежедневная программа 13 регион. С вами Раул Габитов. В очередной раз я расскажу вам о том, что произошло в Шимкенте за минувшие сутки. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. В Шимкенте в результате пожара погиб ребенок. ЧП произошло минувшим вечером в квартире на четвертом этаже одного из многоэтажных домов в 18 микрорайоне. Мальчик остался дома один и есть вероятность, что возгорание он спровоцировал сам. По нашим данным, сначала загорелся диван, а затем последовало задымление. Заметившие это соседи вызвали пожарных. Когда пожарные попали внутрь квартиры, мальчик еще был жив, но сильно обгорел. Его доставили в больницу, где он от полученных ожогов в итоге скончался. А родителей до сих пор нет, да, с работы? Нет, мы ехали в больницу. А, с ребенком? Отец в командировке. На работе. Соседи, да, открывали? Все, кто были с улицы, все приезжали. Нужно отметить, что комната погибшего подростка была украшена различными рисунками, которые можно характеризовать как депрессивного характера. А на детской кровати рядом с учебниками и на полу лежали кухонные ножи и окурки сигарет. Огонь охватил 5 квадратных метров жилого помещения. Благо пожарные успели вовремя ликвидировать угрозу и пламя не перекинулось на другие квартиры. Что послужило причиной возгорания, выяснят дознаватели. 17-летний гражданин Узбекистана обворовывал жителей Южно-Казахстанской области. Молодого человека задержали сотрудники Казыгурского РУВД. Одно из преступлений подозреваемый совершил недавно. Он проник в дом местной жительницы и украл золотые изделия. Предполагается, что задержанный причастен к нескольким аналогичным фактам. И нанесенный им ущерб составляет около полутора миллионов тенге. Также стражи порядка выяснили, что молодой человек является гражданином соседнего Узбекистана. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье кража. Ну а в Шимкенте полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже сотовых телефонов. Впрочем, этот вид преступления является одним из самых распространенных. В основном, мобильные телефоны крадут в многолюдных местах и пассажирском транспорте. Однако, как показывает статистика, встречаются и другие случаи. Так, в конце сентября в полицию обратился 24-летний житель города. Он рассказал, что у него украли сотовый телефон с припаркованного на стоянке автомобиля. В тот же день на пульт 102 поступило сообщение от другого потерпевшего, у которого мобильный вытащили из кармана. В результате оперативной работы стражи порядка задержали предполагаемого вора по горячим следам. Им оказался 41-летний житель Шимкента. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование. В Казыгурском районе раскрыли грабеж. В местный отдел полиции заявлением обратился 46-летний местный житель. Некто напал на него на улице с кулаками и отобрал его сумку. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции вышли на след ранее судимого мужчины 1992 года рождения, который признался в садейном. Сейчас подозреваемый взят под стражу и проводится расследование. Между тем, стражи порядка просят жителей и гостей области быть внимательнее и желательно не разгуливать по незнакомым местам в ночное время. Такова была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56-16-32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материалы на WhatsApp 13-го региона. Номер вы видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Рауль Габитов. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин